Коллеги, еще раз. Значит, сегодня мы с вами поговорим, вот сегодня второй вебинар из этой же серии, сегодня поговорим про письмо. Но я, прежде чем начать, хочу напомнить, что, в принципе, вот эти все вебинары, они предназначены не для ознакомления с экзаменом, а уже для тех, кто знает, что там такое, скажем так. И это акцент, на что надо делать, на что надо делать акцент, когда мы готовим своих учеников к этим экзаменам. Поэтому я не буду говорить о том, какие задания, чего, как, то есть вот это все. Значит, следующее, что я, вы знаете, за счет того, что давать всякие разные активити, я их подсократил, честно сказать, потому что очень много тех вещей, на которые надо обратить внимание, и что нужно преподавать. Всякие разные активности сейчас найти в интернете и в любом учебнике вообще не проблема. Их столько, что я не знаю, куда их девать. Вот. А вот как бы что с ними делать, в смысле, и когда они выполняют то, что как к выполненной работе уже относиться, вот, скажем, вот этот вот момент, он гораздо более проблематичен для нас. И мы попробуем сегодня с этим разобраться. Тем более, что сейчас появилась, в общем, такая возможность, ну, я попозже о ней скажу, что очень много интересных вещей для преподавателей. Вот, значит, итак, мы сегодня говорим о письме. Прежде чем мы начнем говорить вот непосредственно о письме, я хотела еще один момент уточнить. Значит, мы видим с вами, что тенденция и в экзаменах, в частности, то есть мы по экзаменам в большой степени можем обсудить, но, соответственно, это и в преподавании должно находить отражение. Тенденция идет на увеличение, на усиление роли продуктивных навыков. То есть если вы посмотрите на новые форматы экзаменов, то вы увидите, что, скажем, объем заданий, я не говорю качество и важность, я говорю объем заданий по рецептивным навыкам, в общем, сокращается, а по продуктивным, наоборот, увеличивается. Значит, поэтому мы как бы и делаем такой акцент, начинаем мы с продуктивных навыков. Вот разговор о всех кембельских экзаменах для школьников, начинаем с продуктивных навыков. Итак, письмо. Значит, я хотела начать с вот такой достаточно большой цитаты, я не буду ее читать, вы сможете ее прочитать сами, когда будет там запись в вебинаре, поэтому чтением заниматься мы таким не будем. Но о чем идет как бы коротенькая речь? То есть это как бы в поддержку тех положений, о которых я говорю. Значит, почему с письма тоже начинаем? Потому что на сегодняшний день в новых условиях, в которых мы живем, письмо приобретает все большее и большее значение. Что это такое? С тем, когда у нас появились вот эти все электронные гаджеты, ну, прибамбасы, скажем так. Значит, появилась электронная почта, появилась переписка, появился WhatsApp. Вы видите, что мы устно говорить стали меньше, скажем так, по телефону, а в большей степени это переписка, это WhatsApp, да, тот же самый. Или это телеграм-каналы, или это еще что-то. Ну, в общем, факт тот, что это письмо. Раньше в таком объеме этого не было, а сейчас как бы оно вот у нас все появляется, и значение по этому письму продается все больше и больше. И даже если вы посмотрите, то вы увидите, что последний, скажем так, последние изменения в экзаменах для школьников, а это А2 и Б1, да, что мы видим? Что у нас в А2 вместо одного задания по письму появилось два задания по письму, а в Б1 вместо обычного вот этого имейла, да, появилось письмо, имейл тоже, но письмо уже не коротенькое, там настоящее такое письмо. И второе, появилось второе задание, это выбор разных жанров. То есть вы видите, что как бы вот это, во-первых, два больших задания. Раньше был объем общий генераторий, объем 200 слов. То есть вы видите, насколько возрастает вот это вот, насколько значимым все это становится. И второе, что относится к письму, тоже относится, что, к сожалению, письмо – это тот навык, который вот, как даже сейчас по-русски толком не скажешь, «can not be picked up», да, вот то, что здесь как бы так и написано. Значит, если устную речь можно как бы подцепить, общаясь с носителями языка, то навыки письма, общаясь с носителями языка, устно вы не подцепите. То есть, опять-таки, взяться негде. То есть им надо учить. Вот это вот, если говорение, ну, может, вот они туда-сюда ездят, наши ученики, да, и там они разговорились, и все нормально, speaking так более-менее. Вот, ну, там какие-то есть особенности, но в целом с письмом такого не происходит. То есть письмо – это то, чему нужно систематично учить. Это первое. И что занимает, и с этим приходится мириться много времени. Я почему еще говорю об этом? Потому что у нас в нашей традиционной системе вот такого обучения письма у нас не было никогда. То есть у нас как бы было, вот занимались другими навыками, а теперь «поди напиши» называется. Вот. Хотя вот оно само никогда не фишется. То есть такого не бывает. Вот. Поэтому, значит, мы, в общем, достаточно большое внимание уделяем вот этим вот вещам. Значит, и мы с вами посмотрим, что мы как преподаватели, как бы где наша проблема, и что мы можем сделать, чтобы им помочь. Как вот это сделать. Так. Продолжаем разговор. Итак. Значит, есть еще один момент, про который я не успела сказать, но сейчас скажу. Значит, дело все в том, что письмо в принципе, в принципе, по природе своей, особенно как учебный вот этот вариант, это навык демотивирующий. То есть, опять-таки, сказать, что дети охотно выполняют, они еще могут охотно выполнять задания какие-нибудь там бла-бла, потрепаться, да, но сесть и написать дети охотно, к сожалению, этого, ну, практически не делают. То есть, поэтому здесь опять мы говорим о чем, что насколько велика роль мотивации. Насколько велика роль мотивации. И начинать мы должны с того, что мы должны их мотивировать. То есть, им должно быть комфортно, им должно быть интересно, они не должны нервничать по этому поводу. Вот тогда они будут учиться писать. Понимаете? То есть, потому что, если мы не создадим вот эту атмосферу, то, конечно, проблем будет очень много. Еще раз говорю, добровольно, вот так вот, самостоятельно, это, не знаю, наверное, может что-то делать, я никогда не говорю сто процентов, я не люблю цифру сто процентов. Вот. Но, в принципе, конечно, вот этот момент существует. Значит, первое, мы должны помнить, что мы должны их мотивировать. То есть, мы должны сделать так, чтобы им хотелось это сделать. Что сделать, в общем, достаточно сложно. Потому что, я еще раз говорю, навык сам по себе, донативирующий. Значит, следующее, что опять нам, чтобы они понимали, чтобы они, опять-таки, чтобы участь их была полегче, они должны понимать, как все эти тексты строятся. Потому что вот то, чему, опять-таки, мы, ну, в английском языке, это точно не учили традиционно. Это как тексты строятся, из чего они состоят, как к этому подойти, что с этим сделать. То есть, это разбор моделей. У нас присутствовала всегда, я уже вчера говорила, такая штука, которая называлась письмо по образцу. Это совсем не то. Понимаете? Потому что письмо по образцу, это никто его когда анализировал. Тебе дали, сказали, напиши такое же, да? Вот, а на самом деле, вот эта вот модель, она обязательно должна быть. Без модели нельзя, не получится научить. Модель нужна для чего? На любом уровне, причем, включая С1 и С2. Модель должна быть, чтобы они поняли, как этот тип письма строится. То есть, вот анализ вот этих вещей. Вот это вот должно быть обязательно до того, как они начнут работать. Значит, опять-таки, мы должны, и все время говорю, мы должны, но, к сожалению, так получается, что мы должны, хотя слово должен тоже я не очень люблю. Вот. Это должно быть постепенное обучение. Это не сразу на тебя упало какое-то задание, вот сиди и делай. И мы должны все подпорки, возможные, им предоставить. Вот на что это, как это делать, мы сейчас с вами чуть попозже поговорим. Что значит вот эти подпорки и как это, в принципе, должно быть. Хотя, в принципе, я вам хочу сказать, вчера мы уже тоже затронули этот момент, когда мы говорили, что значит картинки, не напиши рассказ по картинкам, а первое, напиши слова, какие ты знаешь, связанные с этой картинкой. Вот это что такое? Это и есть это опора. Вот. Ну, это было в начальной школе, сейчас, естественно, это немножко посложнее бывает. Но, тем не менее. Значит, опять-таки, мы должны, прежде чем они начнут писать, вот все возможные опоры дать. Понимаете? Вот если мы это не сделаем, то писать точно не будут. Это трудно. И я думаю, вы по себе знаете, что это трудно. Вот. Значит, обязательно вот эта вот поддержка. Вот она должна быть обязательно. Значит, они должны хорошо понимать, что от них хотят вообще и что должно в результате, по идее, получиться. Что значит, вот, good writing, да, вот что такое хорошая работа. Вот какие критерии. Они должны знать критерии. Вот о чем речь идет. Они должны знать критерии, по которым это все будет оцениваться. Что будет оцениваться, что это критерии эти значат. И, как бы, это они должны тоже себе хорошо представлять перед тем, как они начнут писать, а не после того. Вот. Следующий момент, который очень важен. Ну, об этом мы говорили уже достаточно давно и говорим давно, что, в принципе, у нас любое письмо, оно пишется для кого-то. То есть, вот письменная, любая работа, ну, не работа, любая, не знаю, что там, как назвать, письменные произведения, оно написано для кого-то. Оно не в пустоту. То есть, это точно совершенно. Поэтому они всегда, когда пишут, мы об этом говорят с самого начала, как только у нас появились химические экзамены. Вот это понятие target reader. То есть, они должны понимать, для кого это. Это для преподавателя, это он написал приятелю, это он написал в какую-то газету или еще что-то. Ну, в общем, там вот эти вот моменты, они должны, потому что от этого зависит, что там будет написано. Вот. Значит, это то, что касается общих вещей. Но есть и совершенно конкретные вещи. Значит, как наши ученики смогут написать нормальную работу. Значит, обратите внимание, значит, тут просто вот по пунктам, да, они должны уметь распланировать, то есть, писать план, понимать, что там будет. Или brainstorming ideas, как хотите, да. После того, как они накидали, про что это будет написано, они должны эти все свои мысли собрать. И, уважаемые коллеги, особенно это относится к уровню B2. Естественно, не A2, но B2. Вот. Вот это тот момент, где появляются абзацы. Не тогда, когда они пишут работу, потом вспомнили, что там должно быть абзацы, дайте нам, что следующие предложения с красной строки. А абзацы появляются именно вот в этот момент, который называется организм ideas. Вот. Значит, дальше они что должны? Надо понимать, что у них должен быть нормальный вокабуляр для этого дела. Опять, конкретно, что это значит, я чуть-чуть попозже вам покажу и скажу, где это можно посмотреть. Вот это вот очень интересный момент. Я бы точно совершенно это... Ну, в смысле, я это проштудировала уже сейчас, потому что я читала, как романы, то, что они сейчас сделали. Вот. Следующий, очень важный момент, который мы тоже знаем, это linking words, да. То есть, вот опять-таки, не обрубки, а должны быть достаточно сложные предложения. И это уже идет с уровня А2. То есть, это не В2, это с уровня А2. Значит, дальше идет такая вещь, как они должны понимать, что у них есть и есть вокабуляр, то они не должны писать все время одно и то же слово. А вы видите, что это в очень большой степени самостоятельная работа. Значит, так же, как проверка ошибок. Это не работа преподавателя. В первую очередь, это работа ученика. Потому что у нас считается, что ошибки, это точно преподаватель. Вот. Ничего подобного. То есть, преподаватель, это уже потом все. А сначала это ученик, конечно. Поэтому очень важную роль играет такая вещь, как самопроверка и взаимопроверка, то, что называется. Да, self-assessment and peer-assessment. Опять, что с этим можно сделать, вот чуть попозже мы с вами поговорим. Очень важна такая вещь, как feedback from teachers. Значит, что такое feedback? Уважаемые коллеги, feedback – это не, это не scores. Есть вот два момента. Одно называется scores, да, это 3-4-5, да, а второй – feedback. Значит, feedback – это вещь обучающая. В отличие от scores, которое оно дает вам как бы понятие, где вы находитесь по отношению к другим, но не работает на обучение. Абсолютно. Поэтому вот разделить понятие scores и feedback – это хорошо бы. Вот. Но вот это keeping learning diary – это, конечно, вещь хорошая, но у кого получается, у кого нет. Хотя вот все остальное, вы же понимаете, это должно точно быть. Вот. И в принципе, это что такое? В принципе, это то, что сегодня в методике называется, и вот этот подход, который называется writing process. То есть письмо как процесс. То есть мы, когда мы учим, мы, опять-таки, нацелены, но в конечном итоге, на результат, но как преподаватели наша цель все-таки – это как это сделать. Не что в конце получится. Если мы хорошо сработали на уровне как это сделать, в конце получится нормально. Поэтому основной акцент, конечно, идет на то, как это все сделать. И он делится, как вы видите, практически на три части. Значит, та, которая до письма, вот то, что мы уже с вами, в принципе, говорили, значит, это письмо непосредственно, и что после того, как мы написали. Вот. Значит, до письма, это вот то, что мы сейчас тоже с вами уже перечисляли, это organizing, planning, selecting ideas, brainstorming ideas. То есть мы выбираем, про что мы пишем, мы организуем, как мы это сделаем и прочее, прочее. После чего пишем драфт. Простите. Значит, пишем драфт. Когда мы написали, в процессе письма или по окончании написания драфта, да, значит, это что такое feedback from the teacher? То есть это тоже, как бы, это вот, без этого тоже не получается. Значит, опять-таки, либо with peers, то есть exchanging with peers. и, соответственно, работа над черновиком. Я не говорю, что так делают на экзаменах. На это у вас ни времени, ни сил, ни возможностей не будет. Но чтобы прийти успешно на экзамены, вот это должно быть сделано во время подготовки. Понимаете? Потому что просто так давать все время пиши, 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 наконец, может, что-нибудь научишься. Не выходит. Значит, такая вещь, как changing words and expressions. То есть они даже не то, что ошибки должны свои, как бы, видеть, а мы их должны научить тому, что они должны заниматься саморедактированием. Ох, это сложно. У нас-то самопроверка с точки зрения ошибки, проверить свои ошибки, она работает очень тяжело. И вы это знаете, я думаю, не хуже меня. Вот. А уже, а то, чтобы смотреть, чтобы не было повторов, чтобы, значит, вот эти вот разнообразные лексики были, а чтобы linking words был не все время and, and, but, 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 вот, а что-то еще там добавилось, вот это, конечно, ну, в общем, это высший пилотаж. Но, тем не менее, ежели мы с этим занимаемся регулярно, то, в конце концов, я думаю, что они научатся. Они же не со справкой, они нормальные. Вот. Поэтому, ну, они должны знать, видеть, что и как можно сделать. То есть, вот это вот feedback from the teaching. То есть, вот это вот не исправление вместо них, а помощь, чтобы они определили, где что можно исправить. Вот это все входит в процесс writing, да? Ну, после чего у нас идет, опять-таки, checking, punctuation, spelling, grammatical inaccurances, proofreading и publish the final version. То есть, у нас вот это вот как бы обучение и подготовка, в том числе, сводятся вот к этим вот вещам. Вот. Так. Значит, если мы, вот начнем, опять-таки, я уже говорила, что помощь нужна все время. Начнем мы, естественно, с уровня 2, поскольку это самое простое. Мы с вами уже вчера немножко затронули этот уровень, когда говорили про flyers. Значит, в принципе, у нас задание, как вы помните, точно такое, почти такое же задание есть в Key for Schools, да? Это тоже рассказ по трем картинкам. Значит, у нас есть, рассказ по трем картинкам и написать этот самый email по этим самым bullet points с содержанием заданным. Значит, в любом случае, если особенно это касается картинок, начинаем мы точно так же, как вчера. Начинаем мы с того, что мы должны с них вытащить, как я уже вчера тоже говорил, максимальную лексику, которая связана с этими картинками. Если мы говорим про email, то, в принципе, вот про эти bullet points, там тоже можно какую-то лексику поцеплять, понимаете? То есть, там, по крайней мере, понятно, про что и как писать, в каком порядке. А картинки, это обязательно. То есть, вот эти bullet points должны быть. А следующее, как эти картинки между собой связаны. То есть, и вот это должно быть на доске, понимаете? То есть, опять-таки, это должно быть на доске. и они должны, когда они начинают писать, в принципе, они, по идее, должны это видеть. Но даже перед тем, как они начинают писать. Значит, мы с вами вынесли на доску слова. Мы вынесли с вами на доску IDS, да, то есть, как это все связано. После этого мы вместе с ними пытаемся устно, то есть, не пытаемся, а делаем, в общем-то. Значит, мы после этого вместе рассказываем вот эту историю. Рассказываем. Мы до письма еще не дошли. Значит, рассказываем, используя те опоры, какие у нас есть на доске. То есть, вот это вот такое хоровое творчество у нас идет. И после того, как мы рассказали вот это все, в принципе, вот после этого еще под их диктовку фактически записать вот этот рассказ на доске. А после того, как они это сделали, то можно что сделать? Можно дать следующие три картинки. Так, я прошу прощения, это у меня соседи. Так, извините, пожалуйста, я постараюсь погромче. Слышно? Нет? Потому что у меня сосед начал сверлить стену. может успокоиться. Так, значит, опять-таки, что у нас вот при таком подходе? Значит, после этого, когда мы опять с ними надо... Ну, мы можем что, уже не писать рассказ на доске, а в следующий раз, чтобы они сели и записали. После того, как рассказали, но не на доске, а сами записали в тетради. Понимаете? то есть вот это вот момент очень такой важный. Значит, что нам дает вот такой подход? Первое. Замечательная вещь, попутно у нас multitasking, это speaking for fluency. То есть дети, когда рассказывают вот этот рассказ вместе, хором, значит, это что такое? Это в чистом виде speaking for fluency. Они говорят, они рассказывают рассказ, то есть и они вот развивают навыки, которые нужны будут на говорении. То есть вот это вот тоже очень как бы важный момент. Вот. Следующий. Activating ideas and language. То есть когда мы через это идем, они не сами сидят, кто что, а это опять совместное творчество, которое способствует тому, что они... Ну, у них богаче выбор становится, скажем так. Понимаете? Вы же сами понимаете, что значит одна голова хорошо, а две лучше, а если их еще там 10, то совсем красота. Вот. Ну и соответственно, после такой тщательной работы, это что называется, у них безопасная комфортная зона для письма. Они не боятся, они знают, что, они знают, что использовать, они знают, как, и они пишут. Понимаете? То есть они начинают писать. Я не говорю, что это... В смысле, про то, как писать на уровне предложения, мы с вами говорили вчера, да, что это... И они начинают писать, и поэтому у них в голове не то, что русское предложение, которое они переводят на английский язык, используя нужные грамматические правила. Понимаете? А у них вот именно комфортный вот этот момент, когда они, в общем, пишут, это то, что нам нужно. Вот. Значит, это вот, скажем так, то, что мы можем как работать на уровне А2, что, в принципе, очень даже неплохо. И мало того, что на уровне А2, это будет их готовить дальше. Вот. Значит, то, что касается оценки письма, то вы видите, что на уровне А2 критерия 3. Это содержание, организация и язык. Здесь вот, я опять скажу, где, ну, здесь вот, по крайней мере, на этом слайде вы видите, что такое. Что такое контент, в принципе? Что считается контентом? Что, как бы, и как этот критерий рассматривается экзаменатором? Значит, they can answer the question they have done what they were asked to do. И крестик, это что? Candidate did not include everything they were asked to. They have written something irrelevant. То есть, вы видите, критерий содержания очень подробно рассмотрен, для уровня А2 подробно, значит, для того, чтобы преподаватель мог четко, совершенно, следуя этим же критериям, оценить работу. Вот, то же самое со всеми остальными. Значит, что такое organization, что такое language, да, опять-таки, there is a good range of vocabulary and grammar, language is used accurately, да, более-менее. Значит, следующее, check for mistakes, do these mistakes, make it difficult for the reader to understand. То есть, опять-таки, вы видите, ошибки двух видов, двух видов. Либо те, которые затрудняют понимание, либо те, которые не затрудняют. То есть, тут нет абсолютного требования, естественно, уровень А2, это низкий уровень. Значит, нет требований к абсолютной грамотности. Потому что, как бы, у нас вот традиционно, опять, мы начинаем опять с ошибок проверять. и наша задача, чтобы не было грамматических ошибок. Ох, ничего подобного. Это вот не самое страшное, что может быть на этом свете. Мы попозже тоже с вами посмотрим, как это может выглядеть. Вот. Вот. Значит, это то, что касается, что мы должны там, в этих работах, найти. Да? И, соответственно, как это будет выглядеть. Так. Поэтому я еще раз говорю. Научить это с одной стороны, а с другой стороны, очень важный момент, особенно в письме, это проверить. А опять-таки, навыка такой проверки у нас, к сожалению, традиционно, я не говорю о всех присутствующих, боже сохрани, но навыка такой проверки, к сожалению, в нашей традиционной системе нет. Потому что, как бы, вот, мы привыкли в большей степени ориентироваться на ошибки, хотя там до ошибок еще, как видите, очень много. Вот. И вот это вот исправить ошибки, стремление все время, оно как бы нас заводит не совсем. Я не говорю, что это плохо или еще что, поймите меня правильно. Я не говорю, что не надо никакой грамматики. Значит, я просто говорю, что, в принципе, у нас цель наша на сегодняшний день несколько другая. А цель – это коммуникация. Понимаете? И там, в принципе, на низких уровнях ошибки допустимы. Когда мне начинают говорить, вы говорите, что, значит, грамматика не нужна, я хочу сказать, что я говорю про уровень А2, между прочим. Если вы пришли на уровень С1, то в письме и в говорении, в продуктивных навыках, я вам честно скажу, там самая большая проблема, в общем-то, ну, одна из самых таких крутых проблем, если она не самая большая, то очень такая. Это грамматика. Значит, на уровне С1 и С2, особенно С1, вот это очень видно. Почему? Потому что на уровне С1 вы должны оперировать, там за грамматику очень строго судят, очень строго. Это здесь ошибки могут быть, а там смотрят не просто, что ошибки, а там смотрят, чтобы разнообразие структур было, и они были сложные. А если они у вас простые, то ничего из этого не получается. Вот, поэтому я еще раз говорю, мы говорим про А2, и на А2 это нормальная совершенно вещь. Вот, ошибки, которые не влияют на понимание. В принципе, это вот. Так, проблемы, какие есть на уровне А2, как правило, они связаны вот с этим, с этими критериями, о которых только что говорила. Значит, первое, не все включают, что должно быть включено. Это контент. Следующее, очень часто, но достаточно часто они пишут так, что скачут с одного на другое, возвращаются, начинают описывать одну картинку, потом могут либо пропустить, либо потом вернуться, значит, третий после этого, ко второй. Ну, в общем, там разные вот эти прибамасы могут быть. Вот. Ну, и следующее, конечно, они не проверяют. Я не говорю о чем, вот поймите, я не сказала, что и не должно быть ошибок, но я не сказала, что они не должны посмотреть свои работы. Вот это вот наше самое больное место. Потому что с самого начала они привыкают, что у них вот, ну, как бы, вот система-то, что училка есть, пусть она и проверяет. Это не работа учителя, это работа корректора, понимаете? А наши учителя очень часто с этим соглашаются, то есть быть тип-корректоры. Значит, что можно сделать в этой ситуации? Только одно. Не исправлять их ошибки. Не исправлять. Максимум, что вы можете сделать, с самого начала, максимум. Подчеркните, обведите, покажите, где. И они должны разобраться сами. Значит, вы можете им помочь разобраться. Это да, опять еще раз повторяю, это требует времени и сил. Я ничего не могу сказать. Это сложно. Вот. Но помочь им разобраться, где можете. Но опять не сказать, вот смотри, здесь должно быть так, а должно быть так. Опять, как я уже говорила, вот это элистит и книг. Вот подумай так или так, вот это вот, что у нас получается. Вот. Нельзя, нет, слово нельзя не употребляю, извините, пожалуйста. Вот. Не следует, не следует вместо них исправлять ошибки. Потому что сами они тогда никогда не научатся. А помочь им в этом деле, это как бы посодействовать, скажем так, не исправлять вместо них. Это да. Вот. Значит, и тогда проблемы, в общем, какие-то уже точно постепенно будут сниматься. Поехали дальше. Но там про А2, в общем, говорить сильно нечего. Я просто сказала, почему А2 отдельно несколько, потому что, как вы помните, в Common European Framework, значит, есть уровни, которые называются Basic, а следующий называется Independent. это B1, B2. У них больше общего, чем с А2, скажем так. Вот. Потому что там переход в другую группу уже идет. Вот. Поэтому сейчас мы с вами в большей степени... А, да, извините, забыла сказать. Значит, следующий. Я уже сказала про ошибки лексико-грамматические, да. И когда мы говорим про самопроверку, опять, дивный лозунг, проверьте все, он работает в качестве лозуга, который куда-нибудь повесит. Понимаете? Реальной ценности нет. Значит, когда они должны сдать вам работу, что, значит, самому проверить, значит, они должны вот на каждую работу, ну, тип работы, не каждая работа, конечно, на тип. У них должны быть чек-листы. Если вы знаете, что проверять, это одно. Если у вас, проверьте все, все это не про что, понимаете? То есть вообще, непонятно, что делать. Вот. А вот конкретные когда вещи, то они, конечно, должны с этим работать. И вот это те листочки, которые, по идее, у них должны быть всегда, когда они работают. Когда они написали работу, прежде чем вам сдать ее. И это не важно, вы делаете это, как вы понимаете, это можно делать и в аудитории, а можно делать и в виртуальных этих классах, как они называются, дистантное обучение. Вот. Значит, вот вам, пожалуйста, на e-mail проверка. Вот вам на story. То есть, пожалуйста. Опять-таки, опять all three pictures, past simple, да, обратите внимание. Вопрос такой тоже часто бывает. Когда мы говорим про уровень А2 и имеем в виду экзамен flyers, то там писать в past simple совершенно не обязательно. То есть там, если они напишут все в present simple, это норма. Пишут past simple, ну и хорошо. Пишут present simple, не нормально. Когда они уже пришли А2, который называется key for schools, вот там уже история должно быть с past tenses. То есть вот потому, что там экзамен все-таки, вы же понимаете, уровень это не линия, оно повыше туда, к B1 идет. Требление. Вот, опять следующее, use adjectives and adverbs to make your story interesting. Вот опять вы видите, это они сами, это что такое? А это саморедактирование. Проверь, есть ли у тебя это и что с этим можно сделать. Опять, check mistakes for mistakes like basic grammar. Опять, вы не должны понять, что они все у вас проверят, но basic grammar, это что такое? Это что и исказуемое в предложении, да? Что у вас более-менее стоят артикли, то есть не такие хоть, а хоть какие-нибудь перед существительным, понимаете? Что оно стоит положим, если у вас существительность прилагательного, оно стоит не перед существительным, а перед прилагательным артиклем. Ну, такие, в общем, совершенно элементарные вещи. Сложные они, конечно, не проверят, это понятно, но там и так у них. Значит, пунктуация, что очень важно, потому что вы видите, что, в общем, много очень всего, и пунктуация выскакивает, то есть вот это из внимания, и более того, даже после того, как мы начинаем проверять, мы тоже не обращаем внимания на то, что у них есть пунктуальные ошибки, а это очень важно. То есть вот эта пунктуация, тоже с самого начала, они должны привыкать проверять. Иначе это уползает, знаете, как вот они начали писать что-то, а потом, я говорю, инженерная мысль пошла дальше работать. Точку оставили и пошли дальше. А для читающего таги труида, то есть понятие таги труида. А для читающего это что? Значит, не поймешь, что то ли новые мысли, то ли продолжение старое. Вы знаете, вы будете смеяться, но я несколько лет назад, ну, мне приходилось сталкиваться с олимпиадными работами из города Питера. Тоже не самое маленькое место на Земле. Вот. Так вот, не скажу, что это, но там пару раз мне пунктуационные ошибки встретились. Какие? Точки не в том месте. Вот я точно, откуда я это все делал из реальной жизни, что человек начал продолжать писать, а точку не убрал. А я читаю, а мне мешает. Вот. То есть вот мы вот такие вот моменты должны опять с самого начала отслеживать. Вот. Ну, вот это вот то, что касается уровня А2. Да? Вот. Теперь практические задания. Опять мы возвращаемся тоже, что я вчера уже говорила. У нас был конкурс. И был конкурс, в частности, одно из подразделений было. Это А2, там, пятый, шестой примерно класс. Значит, посмотрите, пожалуйста, вот на эти две работы. Вот. И очень быстренько мне напишите, опять-таки, как вы считаете, какая работа соответствует, какая нет. Один, два. А, А, Б. В чате. Что является выполненным заданием, а что не является выполненным заданием? Так. Выполненное задание. Выполненное. Пишем выполненное. Да. Отлично. В основном, конечно, правильно. Б. Потому что там А где-то проскочил, но это не серьезно. Значит, А, в принципе, это не стори, как вы видите. То есть, опять-таки, вы же видите, когда вы проверяете, опять, понимаете, мы должны начинать с чего, а посмотреть, а задание-то выполнено или нет. То есть, после того, как они проверили сами, как могли, прислали, передали, сдали, неважно вам, значит, мы смотрим первое, насколько выполнено задание. Потому что, что мы можем сказать про А? Задание просто не выполнено. Мы с этим сталкиваемся где? Мы с этим сталкиваемся на ЕГЭ. А начинается все здесь. Когда у нас там есть же вот это вот, как оно называется, коммуникативное, что-то я забыла. В общем, первый вот этот раздел, выполнено или не выполнено задание. По-английски называется content. Вот. И там начинается соответствует, не соответствует. Вот оно, где начинается. Понимаете? То есть, на самом деле, начинается в пятом классе. Вот отсюда надо уже смотреть. Потому что, если мы не будем этим заниматься здесь, то дальше у нас начнутся проблемы. Это даже проблема кеммерческих экзаменов. Это еще одно дело. Но проблема государственных экзаменов вот выведет нас и туда. Вот. Значит, ясно, да? То есть, где у нас рассказ, где... Хотя, в принципе, с точки зрения лексики и грамматики для уровня 2, вот еще раз повторяю, для уровня 2 великолепно. Просто отлично. Ну, там разные есть моменты, кто писал, кто проверял. Но неважно. Но тем не менее. Но даже если проверяли, вы понимаете, что возьмем ситуацию, когда ребенок написал, учитель проверил и отправили на конкурс. Я не возражаю. Но вот этот учитель, Б, он понимал, что его рассказ надо просили дописать, а вот этот нет. А, решение, как мы картина задачи. Спасибо. Вот. Значит, поэтому вот, 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 видите, вот отсюда надо начинать. Вот, вот это вот момент очень важный. То есть не все упирается в лексику и грамматику. На самом деле, лексика и грамматика, это, в общем, что? Это вспомогательные вещи, а главное содержание. Так. Смотрим дальше. Значит, мы пришли с вами на уровне B1, B2. То есть мы их несколько отдельно смотрим, потому что понятно, что оно, в общем, отличается. Первое, что мы должны опять сделать, это заинтересовать темой. Заинтересовать темой. А что значит заинтересовать темой? Перед тем, как они вообще начинают что-то либо писать, это не то, что, это не brainstorming ideas. Нет, brainstorming ideas это следующий идет с ту ступень. А вот, если даже не дальше, аж такое, вот тема, в принципе, у нас какая-то есть, вот у нас будет, ну, положим, задача наша написать ну, какой-нибудь эссе про то, какие там в школе есть у кого стешение проблем. Я не знаю как, ну, сейчас не могу сформулировать, неважно. Значит, мы начинаем с этой темы? Нет. Мы начинаем спрашивать, опять-таки, человеку всегда, что интересно? Поговорить про себя. Поэтому мы вот эту тему, какая у нас есть, мы должны ее переформулировать и не показывая даже вот эту тему, мы должны спросить, а что с ними? Вот тогда им будет интересно, когда они поймут, что эта тема относится к ним. То есть, начинать всегда надо с того, что вот эта тема, как она относится к ним? То есть, они должны рассказать про себя, понимаете? То есть, опять-таки, интересно ли вам вообще в школе? Все, вот хотя бы вот так, понимаете? вот и каждый может сказать свою, что он думает. Ну, может быть, интересно, неинтересно, постесняются, ну, значит, надо подумать, как переформулировать. Вопрос в том, что мы должны хорошо понимать, что это должно быть вот это personal. Оно должно быть, они должны рассказать про себя, и тогда им будет прочее. Когда они это сделали, то тогда уже можно начинать обсуждать и тему, понимаете? Потому что у них уже свой какой-то, вот свое отношение к этому есть, мы это делаем, да? Как? Опять вопрос-ответы, что у нас делаем? После этого только brainstorming ideas. То есть, вы видите, что даже до brainstorming ideas это совсем не первая стадия, если у нас есть какое-то письмо достаточно высокого уровня. Ну, не А2 имеется в виду, особенно Б2, когда идет. Значит, пока у нас вот мы не заинтересовали, заинтересовать можно всегда одним. Железно. Может быть, еще чем-то, я не знаю, но железно совершенно человеку всегда интересно про себя. Это да. Вот. Значит, а дальше практически идет то же самое. Relevant vocabulary prediction. О чем можно как-то написать, что как это связать. При этом relevant vocabulary обычно идет куда? На доску. То есть, опять-таки, чтобы у них вот эта вот поддержка, вот эта была, чтобы не надо было думать каждый раз уже про то, что это такое, да? А то иначе очень часто, знаете, бывают такие ситуации, когда дети сидят, пишут, ну вот пишут, ну седьмой, восьмой особенно класс, который пишет, да? Пишет, пишет, он же, видите, у него что должно быть вообще, чтобы он написал, чтобы он передал эту мысль, чтобы это вот и то, и то, и то, и то. Забыл слово, говорит, Марья Ивановна, а как там будет школа по-английски, да? Самое простое выполнено. Что Марья Ивановна говорит, мы это проходили, должен знать. Ничего он не должен, я же говорю, не люблю слово должен. Лексика, которая может понадобиться, она должна быть в доступе. Вот собранная вся уже, да? Вот. Так. Значит, это общие были замечания. Я хотела немножко остановиться, знаете, я не буду подробно, но тем не менее, на эссе, потому что эссе, это тоже наше больное место, поскольку у нас эссе и там, и там, и там, но тем не менее, вот, несколько слов я хотела про него сказать. Я не буду говорить про все жанры. Да, В2 и В1, я уже сказала, даже на В1 появляются жанры, article, story, да, а уже не говоря про В2, там, этих жанров уже море. Значит, у каждого своя специфика, для каждого характерен свой язык. Это все то, что мы должны им рассказать, и должны с ними обсудить, и они должны это дело прочувствовать. Но я хотела остановиться на эссе, поскольку эссе, опять-таки, как я говорю, больное наше место. Значит, что у нас проверять, в принципе, эссе, какие навыки, что нам нужно для того, чтобы эффективно написать. Первое. Распланировать. Это первое, что должно быть. Значит, там надо следить за тем, что opinions and agree or disagree in a formal or neutral way. То есть, там, это самое, стиль должен быть тоже еще, да, и они должны давать мнение, опять-таки, agree or disagree, то и другое. Значит, обязательно абзацы. Значит, то, что касается, положим, нашего ЕГЭ, там проще, потому что у нас в задании уже все абзацы расписаны. Знаешь себе, пиши в каждый абзац, что велели. Вот. А вот если вы пришли на Кембридж, то там вы эти абзацы сами должны изобразить. То есть, вот там вот это вот planning очень важная вещь, потому что в ЕГЭ там это планирование не имеет такого значения, потому что там уже, я говорю, все есть. А в Кембридж надо самому это все делать. Значит, проверять, что linking words, вот эссе, это акцент на linking words, да, что их должно быть много и разных. Как это сделать, сейчас тоже посмотрим, попробуем. Ну, и следующее, это что, очень важные моменты, это первый абзац и последний абзац. А вот на этом я хотела на минуточку остановиться. Почему очень важен первый абзац, потому что там должна быть везде, это неважно, это ЕГЭ, это Кембридж или что хотите, везде в первом абзаце перефразируют тему. Вот, и это требование везде. Если вы просто переписали тему, это уже ошибка, в принципе. Вот, недоработка, мягко говоря, да, значит, за это вы высокий балл не получится. Значит, почему нужно перефразировать тему? Значит, не потому, что вот такие вот какие-то все привязчивые, потому что вы перефразируете тему для того, чтобы показать, что вы ее поняли. Значит, самая большая проблема, которая идет, значит, во время того, как перефразируют тему, меняют эту тему. И, соответственно, начинается письмо на другую тему. То есть, поэтому, и тогда у вас все содержание идет уже скоту под хвост. Поэтому, не проверяйте, как вы можете то же самое сказать другими словами, а насколько вы поняли тему. Понимаете? То есть, опять-таки, это проверка понимания темы. Вот это вот перефразирует. Значит, поэтому это достаточно сложно. Значит, я могу вам предложить вот такой прием, который я сама вот периодически использую. когда мне приходится этим заниматься. Значит, не надо писать все время эссе. Тем сейчас очень много. Для эссе, где хотите, еще раз повторяю, их полно, море. Вот, не надо каждый раз писать эссе. Научите их писать первый абзац. Первый абзац, который очень важен. И когда они, вот, не надо всю тему, напишите вот первый абзац для этой темы. Напишите первый абзац для этой темы. Во-первых, это быстро. Во-вторых, у них не уходит столько времени. В-третьих, у них сфокусировано внимание на определенных вещах, что очень важно. Вот. И поэтому, в общем, становится достаточно эффективным. Написали где-то, вот, научились писать первый абзац, увидели, что они нормально пишут, нормально перефразируют. можно идти дальше. Можно тогда уже писать все целиком, потому что, если писать каждый раз все целиком, это очень много, очень долго. Выдержать это очень сложно. Всем. А проверять это себя надо пожалеть. Вот. Поэтому научить их писать первый абзац. Научили писать первый абзац, нормально. Дальше пойдет уже намного проще. Вот. Ну, самый раз European, это вот последний абзац писать не получается отдельно, потому что для этого надо, чтобы у вас уже было что-то написано, это нельзя сделать. А вот первый абзац отдельно можно совершенно спокойно. Вот. Это то, что касается эссе. Так. Значит, я уже сказала про linking words. Значит, уважаемые коллеги, когда мы их учим, готовим, там, как хотите это называть, это неважно. Значит, что мы должны совершенно четко себе представлять? Что linking words, начиная с самого начала, с уровня А2, значит, если вы ведете типа дневника, ой, какой дневник, по кебу рыбоку, словаря, если вы ведете что-то типа словаря, то имеет смысл вот эти linking words записывать не с перевода, они перевод ничем не дают, а по функциям, по функциям, что они означают? Ну, и постепенно туда добавлять, то есть там страничка на alien information, страничка на emphasizing, да, linking points, там, и прочее, прочее. И туда добавлять вот эти все вещи. Учить их в столбик совершенно без луку. Они там в столбике, как всегда, и останутся. А что, зачем нужно вот это? А это рабочий материал. Когда они пишут, помните, мы с вами говорили, они должны смотреть, чтобы и вот эти навыки саморедактирования. Они откуда возьмутся? Точно не из головы. Вот у них перед носом должно быть вот это. Вот они смотрят, линейки, как они в этом эссе написали, сколько их было, насколько разнообразны, какие еще можно поменять. Они сказали два раза одно и то же или можно сказать по-другому. То есть, а для этого нужно вот это. Перед тем, это же не тест, это обучение и подготовка, понимаете? То есть вот не надо все время относиться к этому, как к этому. Поэтому вот это должно быть не в столбике. Я говорю, в столбике они всегда в столбике остаются. А вот оно должно быть вот на глазах. Понимаете? Вот это вот. Это тоже при подготовке к эссе. Вот. Такая же вещь с этим бесконечным I think. Значит, когда они будут писать, они, скорее всего, так и напишут I think. Потому что одновременно вот писать, следить за содержанием и редактировать тяжело. Они так и напишут I think, I think, I think, ну, как обычно. Вот. А если у них будет вот такая штучка, когда они уже написали и уже следующее, помните, у нас было следующее идет, да? То есть writing draft, да? А после того, как draft написали, начинаем смотреть, что с этим делать. То есть вот эта вот у нас средняя колоночка была, когда повыше там была. Вот. То хорошо бы, чтобы вот это опять было под носом. Вот тогда вместо I think у вас начнется вот это. Значит, опять, выученный в столбик не даст ничего. То есть это рабочий материал, понимаете? Потому что мы как-то привыкли относиться к когуляру, когда выучил и пошел дальше. Ой, не выучил. Значит, он должен быть все время в работе. Вот когда оно все время в работе, вот оно у вас в работе. А тогда уже они, я не говорю, что придя на экзамен, они все их употребят, когда были под носом. Но несколько хотя бы вместо одного уже будет. Как минимум, ну, скажем так, три. Три – это такая цифра, на которую мозг работает. Вот. Поэтому еще раз говорю, хотя бы вот три варианта, ну, хотя бы будет. Вот это уже хорошо, понимаете? То есть опять вот это разнообразие, оно у нас с вами идет, как бы у нас растет, как бы уровень языка растет. Понимаете? Вот это. Но еще раз повторяю, к этому относиться надо, как к рабочему материалу. И это должно быть. Оно должно быть. Вы можете, кроме айсинки, если вы знаете какие-то еще больные места за своими учениками, это же ваши ученики, то вы можете сделать похожие вещи. Это вот просто, это идея. Я не говорю, что только так и никак по-другому. Это одна из идей. Вот можно вот этим вот заняться. Вот. Так. Это вот к подготовке к письму все идет. Да? Все задание. Следующая. Большая наша проблема. Слушайте, они не умеют, но это на самом деле предмет следующего вебинара. Они плохо читают задания. То есть они, грубо говоря, иногда вообще не читают. Я только удивляюсь. Вот я смотрю, и у меня как бы глаза из орбиты так лезут периодически. Вот. Значит, научить их читать задания. Понимаете? То есть, опять-таки, когда это очень важный экзаменационный навык, это стратегия, назовите ее как хотите. Научить читать задания с карандашом в руках. Понимаете? Где у вас контекст? Где у вас тема? Где у вас, для кого вы это пишете? Таги, труиды еще раз опять, потому что они не с неба падают. Значит, и зачем вы это делаете? То есть тогда вы, по крайней мере, поймете, что от вас хотят. Потому что иначе получается, ну вот я вам сейчас покажу, конечно, образцы такие, которые меня прям несколько так встряхнули. Вот. Не скажу, что все, но они попадаются, и это не единственный образец. Понимаете? Поэтому проблема, которая есть, это чтение, внимательное чтение заданий и разбор того, что от вас хотят. Значит, я об этом говорю почему. Значит, еще раз повторяю, заданий всяких разных море, море. Не надо писать, научите их читать. Вот, понимаете, вы когда, какие-то задания, которые пойдут на письмо, да, а какие-то найдите, их же даже искать нечего, он любую открыл, там что хотите есть, да. Вот. Научите их читать задания. И смотрите, и опять-таки, а что значит они прочитали это? Они, вы должны спросить, после того, как они прочитали, вы должны спросить, поняли они это или нет. Вот. О чем они будут писать? Куда? Для кого? Вот это все, это, опять-таки, выясняется как непереводом, боже, сохрани. Вот. А это вопросами. Вопросами. Проверка понимания осуществляется вопросами. Понимаете? То есть, опять-таки, они так и называются. Ну, не все, конечно, но есть такое понятие concept questions, да. То есть, это вот мы концепты проверяем, да. То же самое здесь. Мы должны научить их внимательно читать. И когда они задания прочитают, вот тогда уже, уже можно, опять-таки, можно это параллельно все делать. Понимаете? Я еще раз говорю, просто я говорю, что не надо ограничиваться одним заданием, а потом писать. Вознесите немножко. Понимаете? Потому что есть вот эти навыки и стратегии, которые можно отработать отдельно. А работать, они будут на экзамене. То есть, все замечательно. Вот. Значит, это то, что касается чтения заданий. Опять, это не должно быть так красивенько положено, как у меня здесь, с разными цветами, но принцип остается, суть остается. Так. Это то, что касается чтения заданий. Значит, критерии оценки, критерии оценки, я думаю, что вы их видели не один раз, если вы готовили детей к экзаменам, вы точно совершенно их видели, поэтому мы сильно подробно на них останавливаться не будем. В принципе, их можно посмотреть везде, в любом, в любом хэндбуке, и я думаю, что вы их знаете. Это четыре критерия. Контент, комьюнити фичиумен, организейшн, лэнгвич, да? Значит, я как бы нарисовала вот в таком порядке, хотя мне он не нравится, на самом деле, я бы сделала наоборот. То есть я просто вот так вот это тоже сделала. Но почему в таком порядке? Потому что, опять-таки, наша проблема. Мы упираемся вот сюда, а начинать надо отсюда. То есть, опять-таки, вот когда мы пишем, в смысле, когда мы даем фидбэк, то у нас должен быть вот, 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 вот он, здесь. Понимаете, отсюда мы начинаем, сюда идем, сюда. Все важно, понимаете, они все важны. Я не говорю, что это важно, а это не важно. Но, вот хороший язык, без вот этого, он никому не нужен. Вот просто никому не нужен. Вот. вот, 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 значит, возвращаемся сюда же. Вот это вот критерий оценки, по которому проверяют. Я думаю, что содержание, вы тоже знаете, что это означает. тоже более-менее, нет, не скажу, что более-менее понятно, вот, сейчас скажу, почему. Вот, но тем не менее, все с этим знакомы, поэтому на этом мы останутся не будем. Значит, я хочу только сказать, что вот почему вот так, потому что вот не отсюда начинают, вот, все-таки этим заканчивают. Хотя мне хочется вот так сделать, красивенько. Вот. Ну и, соответственно, проблемы по критериям, которые у нас возникают. Значит, что касается контента. Ну, я не говорю о содержании, о самом как-то хаум. Я хочу сказать, not writing enough words, writing too many words. У нас есть с вами такой параметр, который называется recommended volume. Он не обязателен, он рекомендован, сколько слов хорошо бы написать. Значит, и это для чего делается? Он рекомендован, это примерно вот в этом самом можно уложиться, вот в объеме в этом уложиться, ответить на все. Значит, это как бы самоконтроль. Если вы написали меньше, вы точно не про все написали. Если написали намного больше, то это тоже лишняя информация, которая никому не нужна. Что плохо, что не хватает, и плохо, что слишком много. Поэтому это ориентировка, чтобы посмотреть, все ли вы охватили, все, что нужно было. Не более того, не более того. Не надо считать, вот как плюс-минус одно слово, 10 процентов, еще чего-нибудь. Значит, то, что касается community achievement, по этому разделу, какие проблемы. Register. Too formal, too informal. То есть, это вот может быть. Если у вас эссе, вы не можете писать informal. Это должно быть обязательно formal, semi-formal. Значит, опять, ну, это экспрессная идея склеила и нам. А это вот опять-таки начинается, что у нас очень в большой степени слова связки здесь же. Или не на тот вопрос отвечаем. Следующее, что с точки зрения организации, что удивительно, до сих пор не то, что неправильная абзаца, а вот я столкнулась на этом же конкурсе с тем, что абзацев нет вообще. То есть, в принципе, как класс, они отсутствуют. Вот это иный бал, потому что называется. Все свалено в кучку и как хочешь, так и разбирайся. Почему это важно? Почему абзацы важны? Потому что, если вы читаете вот эти вот 200 слов, которые они написали, вот это вот все в куче, очень трудно понять. Понимаете, вот они все разбредаются. Я эту мысль пытаюсь уловить, отловить там, она не там и прочее, прочее. То есть, это опять, понятие, что не для человека написано, скажем так. Вот. Ну и с точки зрения language, это еще раз говорю, simple vocabulary и simple grammatical structures. Чем, скажем так, сложнее, тем лучше. Вот сейчас тоже с вами посмотрим, интересный там момент есть. Вот. Ну и опять те же самые слова, вот опять range, да. Вот не обязательно, что это грамматические ошибки. Вот. Ну вот, вот эти моменты очень такие скользкие, здесь у нас получаются. ну и опять то же самое самопроверка. Мы уже говорили про это дело не один раз. Так. Значит, а когда мы дошли до проверки, то вот очень интересный момент здесь начинается с проверкой. вопросы. Я не буду сейчас тоже очень подробно на всех на них останавливаться, вы сможете еще раз через стоп посмотреть, когда это будет выложено. Вот. Но тем не менее, опять-таки, что главное, language content organization, то есть вот эти какие моменты. Значит, я уже сказала про это дело, что важно все, но, но, но все-таки у нас превалирует месседж, да. потому что если у вас с месседжем беда, то остальное как бы не очень хорошо, то есть не сильно кому нужно. Значит, все ли надо ошибки исправлять? А тут встает вопрос вообще во весь рост. Значит, это language instruction, то есть мы как учителя, которые контролируют, да, вот это все, либо поддерживают. Что вы хотите? Значит, потому что если у вас идет очень много исправлений, я уже говорил, проблема с мотивацией очень сложная проблема. И если мы норовим исправить все, что можно и нельзя, мотивация у нас угробится точно. Значит, поэтому и следующий момент очень важный, если мы упираемся все в исключительные ошибки, то у нас уползает внимание откуда? От контента. От контента точно можно уползти. Поэтому должен быть компромисс. А какой компромисс? это каждый раз смотрится на месте. Значит, нет такого там 15% того и 20% этого. Нет. Но вы, как преподаватель, естественно, это как бы ваша зона ответственности. Но о чем надо помнить, что точно компромисс. Нельзя исправлять очень много, потому что иначе я хочу к вам, как я вот обычно пример приводил, всегда говорил на семинарах, что ребенок сдал вам работу, точно помнил, что писал синими чернилами, получил все красными. Следующий раз написал для разнообразия зелеными, опять все красными. Третий раз он писать не будет. Не будет, не будет, точно совершенно. Вот. А вот взаимопроверка вещь очень полезная, потому что, во-первых, еще я начинаю с чего, что про себя любимого. Значит, экономит вашу силу и время. Если какую-то вот такую черновую часть работы они сделали за вас, то славьте Господи. То есть, опять-таки, они научились, а вы сэкономили силу и сэкономили время. Вот. Но при этом мы должны помнить, что они не могут просто проверить. У них должен быть чек-лист. То есть, вот эта вот задача преподавательства снародить их чек-листами, а вот по чек-листу проверяют они. А с меня вот этот момент чек-листа убирается точно, я тогда это могу не смотреть, потому что это делают они. Вот. Что, с моей точки зрения, очень даже неплохо. Значит, а я как преподаватель, моя задача, это то, что называется meaningful feedback. То есть, не, я уже говорила, что вот это вот надо делить с course и meaningful feedback, да, потому что с course, оно обучающее в себе никакой не несет. А вот этот вот feedback, он должен как бы работать на обучение. Значит, обратите внимание, тут просто примерчик маленький, небольшой, что это, как это вообще может в принципе выглядеть. Значит, первое, общее замечание, вот вы видите, здесь задание было написать 100 слов, а чек написал всего 73. Значит, мы, но, обратите внимание, первая фраза какая, some of this is very good. Еще раз повторяю, начинать всегда надо с чего? С позитива. Это я вчера говорила, правда. Вот, но сегодня еще раз повторю, и не один раз. Значит, мы начинаем с позитива, да, а потом мы уже можем добавлять все, что хотите, потому что если вы начинаете всегда с негатива, а, к сожалению, это наша традиция, то есть мы про позитив что-то стесняемся все писать, а вот ошибки, это мы, вот они, вот все это, почему-то считают, что это работа преподавателя, вот не знаю. Вот. Значит, опять-таки, вы видите, как исправлена ошибка? Can you think of a more interesting adjective? Вот. Да? А дальше, что у тебя получилось опять? Какие-то моменты могут быть с ошибками, но не стесняться подчеркивать то, что было хорошо, понимаете? Потому что вот это прошло по теме урока, и, значит, у них это дело пошло туда. Вот. А там, где проблемная часть, она идет вот таким образом. Опять, обратите внимание, что такое, вот это работает на на повышение мотивации, работает на подготовку, в частности, к экзамену, обучение, как хотите. Вот. То есть, это просто как пример, что это такое вообще, в принципе, может быть, потому что это не обязательно 3-4-5. 3-4-5, я еще раз говорю, они информации не несут. То есть, они информацию несут для начальства, для родителей, может быть, понимаете? А вот для ученика, они вот информации практически никакой не дарят. Что это было, вот кто же его знает. Даже хотя бы еще, понимаете, я могу понять, с трудом, но могу понять, что у вас вот этих 3-4-5 даже остается столько же, сколько у вас критерий. По крайней мере, понятно, по какому критерию, что у него получилось. Вот. Но вот этот вот такого рода фидбэк, он, конечно, гораздо более эффективен, нежели просто оценка. Вот. Нож 1 оценка или даже 2, это вообще не про что. Если у вас 4 критерия, как поставить 2 оценки? За что? Что это было, вот это сказать невозможно. Значит, опять-таки, зачем нам этот meaningful фидбэк нужен, подводя, скажем, общий такой момент? Ну, это мотивация, безусловно, и это, опять, начинаем мы с положительного, поэтому это building up confidence. То есть это вот без вариантов. Следующее. Самоанализ, самоанализ, самопроверка, самоподготовка. Вот эти моменты. Следующее, что это автономия ученика. Опять, чем меньше он от меня зависит, потому что почему-то преподаватели считают, что ученик должен от них зависеть. Или говорят, он от нас зависеть не должен, но делают все, чтобы он от них зависел при этом. Вот. На самом деле, автономия ученика, это самое главное, что должно быть. Потому что я еще раз говорю, я с ними все время не буду. Если я их научу, как это делать, они справятся без меня. А если я буду с ними просто сидеть, учить слова, то ничего из этого не получится. Вот. Ну и, соответственно, все это ведет к чему? К повышению качества работы. Вот эти все моменты, вот обратите внимание. Поэтому вот этот meaningful feedback, это то, к чему себя надо приучать. Это сложно, еще раз повторю, я просто через это проходила, сложно. Это, в общем, занимает время, но эффект получается грандиозный. Вот. Хотя я еще раз говорю, сложно и занимает время. Вот. Совершенно точно, проще исправить грамматические ошибки. Ой, даже не исправить, а просто вот написать на полях что-нибудь, и все. Вот. Ну, в смысле, все ошибки и language поправить, и, 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 и. Ну, все не все, ну, как получится. Вот. А вот эти вот вещи, это вот уже содержательно, это уже голову надо прикладывать. Вот этот вот момент, с одной стороны, сложен, но с другой стороны, когда вы видите, какой эффект, вы себе представляете, какой это кайф. значит, в помощь, компьютер нам в помощь, называется. Я хочу сказать, что вот просто это самое, появилась куча всяких сейчас ресурсов, которые фантастические. Я сейчас очень коротко просто скажу, и я вам настоятельно рекомендую с этим ознакомиться. Значит, что мы можем сделать? Я вам уже говорил, что в принципе вот это вот обучение письмом, вещь такая сложная, но появился дивный ресурс, называется write and improve. Это он бесплатный, не везде, но частично бесплатный. И вот это я лично пользуюсь бесплатной частью, в платную я не лезу. Вот. Значит, бесплатный ресурс, для меня, по крайней мере, вот, то есть, ну, и для большинства, если вы не лезете дальше. Значит, что это такое? У вас есть банк заданий в трех уровнях. То есть, что это такое? Basic, Intimidated Advanced. И в каждом целая куча разных заданий. Причем, вы можете выбрать любое задание. Можете выбрать сами, можете договориться с вашими студентами, можете дать им наотку, как хотите. В общем, это не важно, что ли. Ну, лучше, конечно, договориться. Значит, поэтому вы берете задание, открываете его, ну, не вы, а уже вы, это ученики, открывают его и пишут, написали, послали и моментально получили фидбэк. Моментально. То есть, это вот делает компьютер, как они это делают, не спрашивайте. Вот. Но, тем не менее, они сразу проверяют, они сразу вам выдают, что вы написали 117 слов, просили 100. Поэтому у вас что получилось? У вас внизу, сейчас я попробую сделать. У вас внизу есть вот такая вещь, которая, значит, показывает вам от 1 до 5 и у вас оценка ваше соответствие заданию, скажем так, по содержанию. Ну, вы же понимаете, компьютер, поэтому это не стопроцентный, но в общем-в общем в достаточной степени для ориентировки точно хватает. Видите, did you write about the question? 5. Лучше здесь 2. Ну, ничего, что-то получилось, да? Хотя вот эти 117 слов, может, они как бы и лишних много там было, поэтому вот этот момент могут быть. Значит, после чего у вас работа, она неисправлена. Что не делает эта штука? Она не дает вам правильных вариантов. Она не как-то fix the text for you, вот то, что называется, да, она вместо вас не делает вот этот готовый текст. Она вам показывает, где ваши проблемы, а вы можете ее исправлять. То есть, а дальше вам показали, где у вас проблема, да, вот вам, пожалуйста, еще вариант. А вы исправляете. Вы посылаете, значит, вы написали раз, после того, с учетом всех этих вещей, послали еще раз, вы можете два раза, три раза, хоть десять, это не возбраняется. Так что она еще собака делает? Она вам в конце показывает ваш прогресс. Вот это вот вы написали первый раз, а когда вы поработали с исправлениями, получилось вот так. То есть, вы поднялись вот куда. То есть, не до конца довольно, но в принципе, вы видите, что вы пошли выше. Значит, и в принципе, она делает, что рутинную работу вместо преподавателя. Это первое. Второе. Современных детей гораздо проще. Как бы, это типа игровой формы у них соревнования с компьютером. Понимаете? Вот вы попробуйте. Значит, вот после того, как вы все сделали, они написали, мы отредактировали, попробуйте их заставить написать еще раз. Вот что-то не очень как бы верится. Ну, трудно это как минимум. То, что касается здесь, по крайней мере, они, вот то, с чем я сталкивалась, да, по два-три раза точно пишут. То есть, они соревнуются с компьютером. Не с училкой, а с компьютером. И там они готовы к этому делать. Современные дети, они готовы. Значит, а моя задача, как преподаватель, в принципе, если я хочу, вот как бы, я что могу сделать? Я лично что прошу, честно вам скажу? Я прошу принести вот это и показать мне вот этот результат. Остальное их зону ответственности. Значит, я вижу, сколько раз он написал и докуда он дошел. Нормально? Нормально. То есть, в мое время силы сэкономили, сэкономили. Им интересно? Интересно. То есть, вот что, что бы еще хотелось? И я себе представляю, что происходит. Нормальная совершенно ситуация. Нормально. Вот с моей точки зрения блестящий ресурс. Вот это ресурс блестящий просто. Вот. Но, как я уже сказала, там на самом деле три варианта на это. Из них только первый, вот то, чем я пользуюсь, вот этим я пользуюсь. Ну, тут 218 с лишним заданий. Мне хватит ненадолго. Так же, как и всем остальным. Вот. Это бесплатная зона абсолютно. Да? Вот здесь подготовка к экзаменам конкретная уже, то есть с требованиями экзаменационными, но это B2Fest и IELTS, да? Значит, здесь у нас с вами первое только, первое задание будет бесплатно, а вот это платформа для работы с классом, скажем так. Ну, вот это вот LMS, да, которая вот эта вот система, где преподаватель работает, там, организует класс и, значит, все рассылают, все собирают. Ну, я не очень, вот это я не очень хорошо знаю. Вот. Поэтому совершенно классная штука, вот, вот, вот это точно, я думаю, что вот это не хуже, если вы этим занимаетесь, если ваши, у меня, по счастью, нет такой, для меня по счастью, значит, нет такой ситуации, когда я с классом должна работать через компьютер, то есть вы же понимаете, как бы это я в школе-то вот никакой точно уже не преподаю, вот, глубокий пенсионер, этим я уже, как бы могу себе позволить этим не заниматься. Но если вот вы человек молодой и вы начинающий преподаватель, вам без этого не обойтись. А вот это вот очень хорошо сделано. Оно, я не думаю, что очень дорого. Цену они не дают, они говорят, что цена будет появиться потом, когда вы зарегистрируетесь. Значит, я могу что-то сказать, где это найти. Либо вы просто набиваете в браузере Write and Improve и вам выскакивает сразу. Либо, вот что я вам рекомендую, на сайте Cambridge English Assessment в YouTube есть дивный вебинар Help your students improve their writing skills with write and improve. Вот это вот, как бы вы приходите на YouTube Cambridge Assessment English Channel, и там вы находите вот этот вебинар. Мы попросим Юлю, может она прям ссылку на это даст. Вот, значит, и там очень подробно и очень толково разбираются все вот эти вот, и в том числе вот эти вот вещи. Вот это вот, вот это тоже очень подробно. Поэтому я вам рекомендую, что если вас это заинтересует, все-таки туда зайти. Вот. А, ну вот видите, около 1000 рублей за месяц. Не знаю. вот это я не могу сказать. Ну вот вы покупали, скажите, пожалуйста, вам это помогло или нет? Вот кто написал, что покупал. Если вы напишите нам в чате, помогло вам это или нет, вам понравилось, что вы попробовали, не понравилось, мы вам будем очень признательны. Вот. Значит, это касается вратительных прав. Но это еще не все, что есть. Значит, если мы говорим сейчас вот про фидбэк, просто подводя итоги уже, я хочу сказать, просто подводя итоги про фидбэк. Значит, быстренько. Focus on message. Это уже говорили, без этого нельзя. Give feedback on content and organization. То есть, вот это идет как фидбэк именно комментарий, да. Значит, не надо исправлять ошибки, только correction code. То есть, вот я об этом сейчас не говорил, но в принципе, я думаю, что все уже знают, что в принципе вы на полях просто пишете тип ошибки, что это grammatical или еще что-то. Вот. А не исправляйте в тексте. Но это уже B2 уровень, когда у вас идет. Значит, B1 вы можете просто над этим написать какой-то тип ошибки. Исправлять нельзя, еще раз говорю. Помочь можно, исправлять нельзя. Вот. Ну и последний призыв просто крик души, но то вы коррект. Значит, надо вовремя остановиться, потому что исправление даже не грамматических ошибок, потому что лексические ошибки исправляются все. Иначе не получается. Вот. Лексические ошибки всегда влияют на понимание, понимаете? То есть, это другой разговор. А грамматические ошибки на понимание далеко не всегда влияют. На самом деле, они не так часто влияют на понимание. Вот. Поэтому, значит, не перестараться со справлением грамматических ошибок. Вот это вот то, что как бы очень-очень важно и очень насущно. Так. Ну и примеры жизни, с вашего позволения. То, что я как бы вот теоретическую часть мы закончили, примеры мы жизни заканчиваем. Возвращаемся к конкурсу. Это, кстати, это о чтении задания. Значит, у нас есть два, было два задания. Первое, можно было написать статью, где информация, какая нужна была, это why you enjoy summer holidays and do you think it's a good time to learn something new. А второе, второе задание, либо то, либо другое, на выбор, написать рассказ, который будет начинаться вот этой фразой. The lessons were over and my summer holidays began. Вот когда мы получаем вот такой ответ. The lessons were over and my summer holidays began. It was an unusual summer painted in the colors of the pandemic. Потому что вообще пошел, язык будет здоров, да? Опять нас сверлили. Я спрошу, пожалуйста, посмотрите быстренько этот текст и скажите мне, пожалуйста, что это было? Значит, мы помним, у нас или рассказ, или статья. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в чате, это рассказ или статья. Статья. Так. Еще есть какие-то варианты? Статья или рассказ? Рассказ. Рассказ учителя. То есть вариантов моря. Как вы понимаете, на самом деле человек не прочитал задание и написал все скопом. Что это было, никто не знает. Начинается так, как требуется рассказ. Потом мы выходим вот в третьем абзаце, выползаем на статью. То есть что мы слепили, куда, как человек читал задание, вот объясните мне, пожалуйста. Я лично не понимаю. Еще раз говорю, это не единичный ответ. Не единичный. Был бы единичный, я бы не стал с этим завязываться. Это типичная ситуация. Вот поэтому я еще раз говорю. Просто я один выдрал, хотя язык, вы видите, очень даже замечательный. Ну что это? Это уровень B1. Для уровня B1 язык фантастический. Ну что это было вообще, в принципе? Поэтому вот о чем идет речь, когда мы читаем рассказы, да? Вот. Ну и B2 тоже достаточно. Там нет таких больших, я не буду, потому что там уже объемные вещи пошли. Тоже. Либо story с вот таким началом. Summer holidays at last summer holidays had arrived and I was both nervous and excited. Или статья the one thing for your summer holiday, да? Что вы хотите? Camera, book, mobile phone, you decide, да? Это что такое? A modern teenager should not be without. И тоже типичные вещи, я кусочками, потому что, чтобы не затягивать все это дело. Значит, что мы видим? Первое, типа рассказ. At last summer holiday had arrived and I was both nervous and excited. Все замечательно. А дальше пошел рассказ. А значит, вы помните, он должен начинаться с этой фразы. Значит, у вас должно содержание как-то быть привязано, то есть оно вытекать из этой фразы должно. или как-то связано с ним. А у нас, вот опять, это процентов 70 было, таких, вы знаете, что у вас есть вот это первое фразовое задание, а потом про себя любимого. Unexpectedly, summer holiday begins three months early. а какое отношение nervous and excited к этому имеет. А дальше, что идет? On the other hand, I and my family had sat at home for a long time, but despite all difficulties, we could go on a trip around the country. А nervous-то здесь при чем? То есть, вот понимаете, вот эти вот моменты, ну, очень обидно. Несмотря на то, что язык, в общем, очень приличный. Дальше идет тоже, типа статья. Если вы помните, teenager cannot do without. During summer, то есть, опять этот разговор про лето идет. Прямо начинается. What is the one of the most important things in our life today? Вот это, когда я говорю о том, что надо перефразировать уметь. Тема была одна, человек перефразировал, написал под рукой. Вот как хотите. Ну, и я уже не говоря о том, что написать надо было статью или рассказ, а получаем today I'm going to give a little talk. Вообще класс. То есть, приехали, приплыли. Вот, это вот, опять вы видите, это проблемы, которые у нас возникают, и которые вылезают на экзамен в том числе. То есть, опять мы сегодня о чем с вами говорили, о тех навыках, которые, по идее, должны быть, которые должны быть у них конкретно, что им нужно будет к экзамену. А как это конкретные задания, как это сделать, я еще раз говорю, очень много всяких книг по подготовке, очень много учебников, полно материалов на сайте. Полно просто, да? Вот. Но я еще хотела на две минуты буквально держать ваше внимание вот на что. Вот эти материалы, это не для учеников, это для преподавателей. Я уже начала с этого, и сейчас еще раз скажу. Если мы хотим эффективно их готовить, и чтобы у них были развиты те навыки, которые должны быть, полдела сделать, выполнить задание. Второе, очень большая половина дела, ее, это задание оценить. А вот оценить его грамотно, вот это у нас очень большая проблема. Вы знаете, потому что, в принципе, я более подробно буду в следующий раз говорить про то, что существует у них такая вещь, которая на сайте, называется Convertence Course. Как вы можете перевести вот те баллы, которые они получают за выполнение заданий, перевести в результаты, которые они получат на экзамене. И я всегда говорю, что это очень-очень полезно, это классный совершенно, классный ресурс, кроме одного. Не лезьте в письмо и говори нет. Почему не лезьте в письмо? Потому что, чтобы перевести эти баллы, надо эти баллы выставить. А вот выставить эти баллы у нас не сильно получается, мягко говоря. А сейчас они сделали вот такую штуку, которая дает нам возможность грамотно оценить. Вот я вам настоятельно рекомендую. Вообще, на самом деле, можно залезть туда, вот это вот все, по уровню, а не, видите, по уровню, изучить как следует. И я не нужна. Лучше, чем они, я это не сделаю. Это точно совершенно. Вот, поэтому я вам настоятельно рекомендую. Не поленитесь, залезьте, посмотрите. Посмотрите обязательно. Значит, что это такое? У вас, вот я уже показывала на А2, начинается с того, что такое вот эти вот критерии, которые у нас есть. Дальше. Мало этого. Каждый критерий берется, и вот такие вещи, которые там есть, объясняются. Вот у нас написано «content is relevant». А что такое relevant? А вот вам, пожалуйста, «what does it mean?» Что имеется в виду под словом relevant здесь, да? Значит, что такое, вот сейчас тяжело смотреть, уже это самое мелкое. Но, в принципе, все, что есть, вот оно сирене выделено, да? И у вас все это написано, что это такое. А рядом пример. А в примере написано, что, значит, если будет вот это, вот это, то будет как fully informed. А если вы напишите вот так, вот так, то оно fully informed. Не получится. То есть, потому что не будет хватать вот такой составляющей. Слушайте, фантастическая штука, абсолютно. Когда у вас расписано, все разжевано, то есть, я уже не знаю, до какой степени. Я хочу сказать, на сегодняшний день вот преподавать, ну, прям не жизнь, а малина. Я помню, когда нас, ну, это было еще в том веке, простите, пожалуйста, дрессировали тогда первый раз на этих, на кембриджских экзаменаторов, когда нам просто дали вот эти критерии, сказали, что хуже, что и делать. А сейчас все расписано, все объяснено, все разжевано, то есть, вот все, что хотите. Вот вам, пожалуйста, следующее, community of achievement. Вот это вот есть термин, что он значит в применении к этому письму. Дальше. Вот у вас отчеркнуто, что такое straightforward ideas, complex ideas. Примеры straightforward ideas зелененьким, а complex ideas желтеньким. То есть, посмотрите, что конкретно это означает. То есть, вот опять-таки, потому что straightforward complex ideas, как бы все говорят, ну, вот конкретно на работе, как вот это вот определить можно. Вот вам примеры, как это можно все сделать. То есть, вот это вот, ну, я говорю, фантастический ресурс, просто фантастический. Вот вам, пожалуйста, на уровне А2. Вот тоже все цветами расписано, что, где и как, понимаете, где у вас linking devices, где у вас какие-то вещи, где у вас посыпки. В общем, что, и здесь рядом вот эти все термины, они все разжеваны, что вообще, то есть, это вот, скажем так, специальные вещи, да, что это значит в реальной жизни. То есть, вот это вот, пожалуйста, посмотрите, не поленитесь, не пожалеете точно. И если вы это проработаете, все, вы научитесь, вы поймете, какие оценки, я не говорю, что вы будете кемерским экзаменатором, может сохранить, нет, об этом сейчас речь идет, это другой низкий момент, но тем не менее, вы поймете, как и что они будут делать. Я не говорю, что вы точно поставите эту оценку, но она уже будет гораздо ближе, чем то, что мы делаем сейчас. Вот, понимаете, настолько это, и тогда, опять-таки, вот ваша подготовка, вот дети выйдут, они поймут, что там будет, понимаете, потому что сейчас они, в общем, выползают, когда не сильно понятно, что там дальше получается. Вот. Значит, вот вам, пожалуйста, с точки зрения language. Все слышали такое? Everyday language, да? И more complex. О, less, как оно называется? Просто сейчас забыл, выскочил. Lexus. То есть, это либо everyday, да? Либо вот это less common, Lexus, да? Вот, опять-таки, вот вам примеры, и примеры, что это такое, понимаете? Где у вас less common, где у вас everyday. То есть, опять-таки, чтобы, потому что все знают, ну вот, например, мы сидим, как не англичане, тяжело понять, что это такое, да? Или не сильно большому экзаменатору. Вот. Поэтому, вот этот момент, он очень важен, очень важен. Не поленитесь, обратите внимание. Вот. Где найти? Вот вам, пожалуйста, где найти? Надо прийти вот на эту страничку, Understanding New Learners Levels and Needs, да? Это новый у них есть сайт, называется ее New English Classroom Website, да? И там надо проскроллить вниз до конца, и там вы найдете все вот, на все уровни вот эти вот, как оценить на каждом уровне. И что там такое, на каждом уровне оценивается. фантастический ресурс, просто для преподавателя фантастический ресурс, абсолютно. Вот. Ну, и на этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, что-то я вот не вижу в чате, чтобы были какие-то вопросы. Ой, не в чате, а как-то.